Когда начинался строиться наш город, в центре его перед Домом культуры был обустроен фонтан. Это было большой радостью для жителей небольшого тогда еще поселка при Коксогазовом заводе. Теперь видно и украшают несколько фонтанных сооружений, у которых люди отдыхают, наслаждаются красотой искрящейся воды. В минувшую субботу состоялось открытие еще одного фонтана. Жители Нижнего проспекта Ленинского комсомола давно уже привыкли к тому, что летом в сквере у «Зенитки» играют духовые оркестры. Сегодня мы в вашем городе, значит, тематический день, так сказать, день начала войны. Мы исполняем военную музыку в соответствующей форме одежды, мы сегодня вас. Спасибо за приглашение. У жителей этой части города был и еще один повод собраться в сквере. На сегодня праздник, у нас фонтан открыли. Видели, как его строили. Долго было, но мы ждали. Вот дождались, пришли посмотреть. Мы здесь живем с дочкой, услышали звуки оркестра, сразу прибежали. И, конечно, приятно. С оркестром гораздо веселей. И как-то сквер стал поживеть с фонтаном. Спасибо нашим властям за это. Нашему мэру Сергею Николаевичу Троицкому. Ну и всем представителям присутствующих здесь нашего совета депутатов. Строительство и открытие фонтана на проспекте – завершающая часть благоустройства микрорайона. Это тот наказ жителей, который был дан администрации города и депутатам. Дорогие друзья, дорогие жители нашего микрорайона, мы выполнили еще обещание, открыли пятый в городе фонтан. Он значительно более сильный, высокий, с подсветкой. В нижней части ПЛК – это мой пятый избирательный округ, по которому я избирался. И вот в тех наказах жителей и в моих обещаниях я им сказал, что я доведу строительство этого сквера за зенитным орудием. Соответственно, сегодня то мероприятие, которое может говорить о том, что мы уже это сделали. Совместно с администрацией города в этом комплексе связана воедину и история наша, и наша славная победа в Великой Отечественной войне, и некая рекреационная зона, детская зона. Строительство фонтана осуществляла известная в городе компания «Лен Инвест Холдинг». Его директору в этот день была вручена муниципальная награда. Лето в самом разгаре, и в жаркую погоду струящаяся вода еще одного фонтана будет отдушиной для видновчан. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова